Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и сегодняшнее мое видео будет о моих лаках для ногтей. Я хочу сейчас показать вам свою коллекцию. На самом деле я очень редко крашу ногти. Ну вот как-то последние годы я практически вообще ногти не красила, только на какой-то праздник. Но лаки у меня были. Сейчас, как по последним видео, вы видели, что я активно заказывала лаки в Фаберлик. Вот. Ну и сейчас вместе с вами разберем мои старые лаки, которые у меня уже стоят неизвестно сколько. Мне кажется, что половину надо выкинуть. Хранились они у меня вот в таких вот коробочках. Одна порция вот у меня из фикс прайса, из этот контейнерочек такой. Но надо куда-то переставлять. Но у меня теперь много кучи корзинок в фикс прайсе, поэтому вот. Давайте начнем. Я прям вот буду гаставать как есть. У меня нету каких-то крутых дорогих лаков, поэтому не судите строго. На самом деле уже все они вон что-то выходят из строя. У меня нет ромашки, чтобы я как-то вам показала лаки. Ну, я просто покажу, какие у меня есть. Есть вот такой цвет. Далее есть зеленый лак. Это что-то вообще из дешевенького. У меня зеленых много. Вот они уже все тут что-то прям встали водой уже, потому что давно стоят. Есть вот такой приятный цвет. Далее у меня есть вот, сейчас подрисую, надо трясти. Есть вот такой желтый лак. На самом деле он не ложится таким желтым. Он очень прозрачный на ногтях. Эти лаки я покупала, по-моему, в золотом яблоке, если я не ошибаюсь. Дальше есть черный лак. Мне кажется, черный лак есть у всех. Затем есть вот такой красивый лак от Sally Hansen. Наверное, так правильно. Цвет очень классный. Мне нравятся лаки ее, ну, вот этой фирмы. У меня их не так много, но... Вот это я их раньше покупала. Дальше есть тоже лак синего цвета этой же фирмы. И лак вот какой-то такой, не знаю, какой-то цвет. Он морковный какой-то, такой переливающийся. Ну, в общем-то, красивый. То есть, сама, наверное, это все не искрашиваю точно. Опять же, вариант какого-то зеленого лака. Не знаю, почему у меня так много зеленых цветов, честно. Затем вот такой вот серый металлик. Цвет приятный, очень красивый. Мне нравится на ногтях, хорошо смотрится. Вот опять что-то из зеленого варианта, какого-то такого болотного цвета лак. Следующий лак. Мне что-то не знаете, все между собой похоже. Как-то даже странно. Ну, что-то розовенькое. Я, в общем-то, раньше такое все розовое любила. Затем у меня есть укрепитель ногтей. Я, кстати, даже забыла. Надо будет использовать. Так, есть сушка. Так, укрепитель у меня от Френча фирма. Сушка тоже Френч. Мне она нравится, в принципе, хорошая. Лак сохнет быстрее с ней. Дальше есть вот такой лак от Голден Роуз. Нужно вообще миллион лет. Его, наверное, я думаю, уже даже стрясти бесполезно. Я думаю, его надо выкинуть. Тоже какой-то яркий такой цвет. Дальше есть вот такой оранжевый лак. Он мне очень нравится. Я его в прошлом году покупала в Кабардинке. Он, кстати, на ногтях очень красиво смотрится. Ярче, чем на самом деле он есть. Дальше золотой вот этот вот лак. Я, по-моему, его покупала на Новый год под платье. Затем у меня есть такой вот приятный цвет. Не знаю, фиолетовый, не фиолетовый. Сиреневый такой светленький. В общем, лак от Энни. Тоже, по-моему, мне в какой-то коробочке красоты его присылали. Затем есть вот такой вот лак с блестками. Это я тоже для Нового года покупала. Дальше лак от Фаберлик. Не так давно я его заказывала, но он уже как-то тоже выглядит не очень. Цвет такой приятный, но на ногтях держится очень плохо. Дальше тоже лак от Фаберлик. Вот такой ярко-красный, прикольный цвет. Мне очень нравится, но тяжело смывается. Дальше есть вот такой лак. Такой какой-то, не знаю, малиновый с блестками, но красиво. Затем есть вот такие вот какие-то тут узорчики. Я тоже покупала в комплекте вот с этим. Сверху его делала. Ну, нормально. Ну, как видите, использовано очень мало. Затем есть вот такой желтый лак. Я, по-моему, даже ни разу им не красилась. Есть вот такой мятный лак. Еще один лак от Фаберлик розовый. И есть вот такой вот лак синий с блестками. Очень классный. Он мне нравится на ногтях. Смотрится красиво. Так, и пойдут сейчас лаки от Фаберлик, которые я заказывала недавно. Вы их все видели уже. Ну, покажу так быстренько. Цвет такой вот мятный. Это серый с какими-то вот штучками. Серый вот с такими вот вкраплениями. Это было из новой коллекции, которую представляла Мария Вэй. Дальше я заказала вот такой цвет тоже какой-то телесно-розовый. Тоже с какими-то там штучками маленькими. И розовый. Розовый лак. Я очень люблю розовый лак, как вы уже поняли. Так, и дальше, дальше, дальше. Это тоже лаки от Фаберлик. Которые идут с Си Си Диа. Ведь в одном они мне очень нравятся. Я от них просто в восторге. Я уже миллион раз это повторяла. Если вот эти лаки мне вообще в Фаберлик не понравились, то вот эти лаки классные. Они очень хорошо держатся. Я их всем советую. Потому что они на самом деле хорошие. В общем, вот такой золотой лак. Это то, что мне еще нравится, когда, допустим, он будет заканчиваться. Его можно так на бочок положить. И остаточки собрать. Значит, золотой лак. Такой вот цвет персиковый. На ногтях они все смотрятся шикарно. Вот этот белый. Но он такой как бы не белый, а немножечко с розовым перламутром. Но камера почему-то этого не передает. Это цвет крыло ангела. Я запомнила. Далее голубой. Такой вот цвет красивый. Я извините, цвета не называю. Потому что на самом деле я не помню. Потом вот этот вот темно-темно-синий чернильный. Вот я недавно его показывала. И есть вот такой синий тоже лак. Класс. Вообще у меня коллекция синеньких собралась хорошая. Дальше восточные сладости. Цвет запомнила. Вот тоже из последних новинок. Затем вот такой вот мятный леденец. Зеленый такой немножко с блестками. Это представляло коллекцию глюкозы. По-моему, тоже в одном из недавних каталогов. И вот такой вот желтый. Вот она и вся моя коллекция лаков. На самом деле, вроде бы их много. Но половину надо уже выкинуть. Потому что они очень старые. Мне кажется, их уже пора в утир пускать. Вот такая коллекция. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Я обязательно буду готовить для вас новое видео. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok